А мы-то знаем, что многие грешники все равно делают добрые дела. Что он имел в виду? Вот именно то и имел в виду на добродетель. Или он живет среди верующих, не верующих, но добродетель, который Богом приемлется. А у него этого нет, он думает только о своей утробе. А когда он думает только о себе, а все-таки он мельтешится, что он умрет, уже речь идет о другом. Настоящий, сильный, крепкий безбожник, он о завтра же мне не думает. И потому всякое доброе деяние от Отца Светов, так написано. Не так, что вот я доброе дело сделал, был неверующий, бросил наркомане, или помог, 15 детей взял из дома презрения. Он об этом говорит, что он будет делать это, а концовка никогда не худышная. Они и вырастут такие же. Без веры-то в Бога. Без меня не можете делать ничего, говорит Господь. И мы постоянно повторяем здесь. Вот такой ответ. Он делает добро, как будто в забвении в каком. Кому-то помогает, или знакомо, или... Ну там, мало ли причин сколько. А это не его суть. А по сути, верующий обратился. Он везде стремится на помощь во имя Христа, не для себя. А этот ждет или пробить дорогу, или чтобы депутаты выбрали его. Вот теперь считай заново и смотри, как оно там. Это не его природа, у неверующего, нет. Вы неверующих каких угодно людей называете, но это не его природа. И это делает там или необходимость какая-то, или что-то от него зависело. А у верующих это постоянное. И золотого сета подчеркивает. Все. Игнатий Тихонович, вот еще один вопрос. По занятиям брата Ивановна. Вот смотрите, я раньше ходила в Армянскую церковь. Сейчас я стала ходить в Русскую Православную церковь Господу. Но мы живем вот в районе, где меня многие знают. И вот, допустим, тетя, сестра Милосердия, она мне все время спрашивает, почему ты не подходишь к причастию. Я ей несколько раз пыталась объяснить, и даже читала Иоанна Златоуста. Но она думает, что я это принесла из Армянской церкви. Стоит ли мне дальше объяснять, что это не так, или просто отойти? Не надо объяснять. Причастись, и все кончилось. И Господь тебя обильно благословит. Кто не причащается, он не имеет в себе жизни. Он многое может делать, а это все нежизненное. Так что ты... Но у меня батюшка спрашивал, и я сказала, что я готовлюсь к причастию после поста, если Господь благословит. Благословляет тебя Господь. В этом посту, в эту неделю попастись, а в воскресенье причастись, и все снято. Благодарю. Аллилуйя. Аллилуйя. Слушаю. Мир Варенг, Гнат Тихонович, я хотел спросить насчет поклонов. Вот мы делаем поклоны, а суть поклонов я вот не знаю. Объясните, пожалуйста. А что непонятно, говорит? Мы, говорит, знаем, чему кланяемся. Зачем бы об этом говорил Христос? Мы знаем, чему кланяемся. Мать, сынок Завидеев поклонилась лицом до земли. Об этом считаем, когда там Маной, от которого Самсон родится, поклонился. А как же мы здороваемся, головой киваем. А у японцев, у них разработано. Допустим, мы говорим, дорога, путь. А у них нет, это шесть состояний, примерно сказать. Одна дорожка, по которой могут ходить только императоры. По другой, там, это губернаторы. Третья только... И они все по-разному. И когда встречается, поклон разной категории. Полностью до земли. Распластается ли на земле, или только головой кипнет. Вот. А у нас этого ничего нету. Какая бы дорога ни была, лишь бы у него машина не сшибла. Но и здороваемся, кланяемся. Чем больше поклонов земных, правильных, на лоб, два пальца, или три, как Париучин. Два, это так, князь Владимир крестил. Феодосия, основатель монашества. Сергий Радонежский. Два. Вот, которые указательные и средние. А Никон перевел на это, называется, щепоть. Три. Но элемент ереси в том и другом одинаково. На кресте страдало человечество. А человечество двумя не изображается. Одним. Почему Златоуст говорит, первые христиане совершали крестное знамение одним пальцем. Но не написано каким. Я сразу догадываюсь, что не левой рукой. И не мизинцем. А как мы показываем? Вот у нас это. Поэтому один. Одним перцом. Вот правильно совершают крестное знамение католики. Они все пятерней. Ты, глава всему, рожденный через Деву Марию, нас стоящих на левой стороне, посредством пяти рам, перевел на правую. Я вкладываю смысл. Тут все на месте. А у нас элемент ереси сохраняется в крестном знамении. Но надо как? Вот чело, а потом где пуповина? А сюда правое плечо, вот здесь соединение. И на левое. Чтобы крест такой был. Хороший. И кланяйся тогда. И куда бы ты ни шел, везде совершай крестное знамение. Сел ли в трамвай, в автобус. Это знамя, которое нас сохраняет. Это жертвенник Христа. Это знак. Другие там придумали звезда, или надломленные концы, свастика. А у нас крест. Мы христиане. Крест не пустой, а на нем спаситель мира. Сатана трепещет. Я вот когда беседую в рулетке, и тут мусульмане, только перекрещьтесь. Я Библию беру, вот так вот показываю. Вы считали эту книгу? А они сидят там хохочут. У них нет, не надо, не надо. Вот так вот закричат, падают прямо, падают. Не надо. Они бесноватые. Они смотреть не могут на крест. Крест это знамя. Скорая помощь идет. На автоаптечке у тебя, на могиле, на храме. Везде крест. И мы на себя осеняем крестным знаменем. Стоп, поклонная молитва. Тут сегодня не надо знать ничего больше. Он являет себя в этой силе, в которой мы верим. Вот все. Игнат Ильич, а я у Симеона Нового Богослова встречал такой термин метание. Что такое метание? Метание? У нас этого нету. Это означает, вот так вот человек стоит, вот так молит. Это земной поклон, когда вот так вот перекрестился. И теперь, а метание, он вот так перекрестился. И колени не изгибают, прямо падает на руки. Прямо падает. Ну, это ясное дело, что молодому под силу стало опять. Прямо падает. Там уже подушку положить или что-то. Это метание. Мечется. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Геннадий Тихонович, мне вам понравилось. С Миром. А у меня вопрос вот о детях, о воспитании детей. Вот, несколько вопросов. Ну, первый вопрос, это вот обучение моего сына. Он учится в школе-интернат, в специализированной школе для развития речи. Вот у него проблемы с речью. Дело не умеет вести. И, как бы, вот он два года там учится в этой школе. И, ну, особо результатов в этом плане, в речевом развитии, как бы, я не обнаружил. Ну, появилось много всяких в характере вот это вот, начал свернословить, раздражительный стал. Ну, его там, я так понял, обижают в одноклассники там в школе. И у меня вот такое, как бы, решение сейчас возникло, его на домашнее обучение перевести, чтобы с ним индивидуально занимались. Ну, я думаю, что это будет, как бы, толку больше от этого во всех отношениях. Правильное рассуждение. Многие в Москве, я знаю, детей не отдают. А раньше как было? Капитанская дочка, вон, гляди, они все дома учили. Ну, там он выпивал, этот еще, этот, пленный-то, француз. А так-то дома, под присмотром. А детей не надо давать. И то, что он там уже получил, заразился, вам трудно будет вытряхнуть. Потому что человеческая природа, языческая, она по природе, Тертолян говорил, душа христианка, душа уверующая, уверовавшая, она христианка. А у неверующего нету, она язычница. И поэтому вытряхнуть из него то, что было, я могу об этом говорить. Я сам создал детский лагерь, знаете. Зарегистрировал его в Кравом отделе юстиции. И директор детского был 45 лет. Это единственный лагерь на весь Советский Союз был. 20 лет почти, 18 лет только при советской власти был. Сколько мы претерпели гонений различных, чего только не было. В 1998 году было краевых 15 комиссий. Мы не успевали двери открывать. И они ничего не могли с нами сделать. Плакаты мы написали. А над столовой, так как мы немножко наклоненные, там дети в ряд. Ну и там написано на плакатах. Коммунисты, людоеды, руки прощат лагеря Стана. Коммунисты, займитесь своей душой. Дальше. Наши, это не в силе, а там святости. Ну там, что сказал Александр Невский, наша сила. То есть дети скандируют и руками, не заходите, не заходите. И не вошел ни один. А там машины понаедут, полиция. И ничего не могли сделать. Мы им не уступили. Но у меня, конечно, помощь была большая. Когда нападки были или что-то, у меня близкие отношения с руководством были. Мэр города Барнаула. Его ставили в десятку лучших мэров России. Я его считал в десятке самым лучшим. Кроме того, прокурор края, генерал-лейтенант, мне близкий человек. Просто близкий. Я мог обратиться с любым вопросом. Ну и все, так мы устояли. Я понял. И еще вопрос. В связи с этим, я подошел к руководителю классному. Все это озвучил свое мнение. То, что я сейчас озвучил. Она говорит, ну ему нужна социализация, школа. Ну такая социализация, какая сейчас проходит, в таком виде, какая у нас сейчас происходит. Для него это, наоборот, навредит. А жена у меня работает в детском саду. И у нее уже несколько раз были конфликты с родителями. И именно по отношению детей. То, что она не выполняет прихоти детей. Она как воспитатель младший не выполняет прихоти детей. И родители с ней устраивали разборки. И у меня такая мысль возникла, чтобы она уволилась, а взять приемных детей, ну трех детей приемных взять. И чтобы жена занималась дома детьми. А у вас своих сколько ребятишек? Один сын у меня. Брать каких-то, ты не знаешь, кто они, от кого они произошли. Они до 16 лет у тебя будут как бы нормально. А в 16 лет они тебя выгонят из дома. Вот когда бывает, они там забеременеют, уже в лагере. Ну и у которых детей нет, они их берут, дети хорошие. Но как в 16 лет они из дома убегают? Что попало делают? Так что будь очень осторожен. Взять-то можно, но ты как родитель уже просто так обратно не сдашь. Это надо, ну он как этот Лонгин. Он был Михаил Жар. В монастыре. Так там они денно и ночно с ними. Всякие там у него дети были. Так там сама обстановка такая. Ну куда ни повернись, все по вере. Вот ко мне давали детей, которые кажется вообще невозможно. Невозможно. Ну у меня-то подход такой. И поэтому слышали много про успехи наши. Приезжает профессор психологии. Живет. Прилетела из Лондона. Из Лондона. Директор Кэстонского университета. Специально. Ну ей в Останкино дали сопроводительного. Там Юрия она прилетела. Ксения Деннон. Так она интересно сказала. Когда большую статью у нас написала. То и говорит. Ну что сказала цариса Савска Соломону. Мне говорит и половину не рассказали. Что я там увидела. Искусственно создается допустим обстановка. Как вы поступите здесь. Я эту обстановку решаю в течение там 1-1,5 минуты. И все они спрашивали. Ну вот это такое случилось. Что вы будете делать? Пожалуйста. И теперь а где вы учились? У Бога. У Христа. В Духе Святом. Вот девочка одна сходила в туалет. И там что было? Нарезанная бумага. Она их все бросила в туалет. Что будешь делать? Ну что сделаешь? Она уже большая. 10 лет. У меня есть вышка такая. Я при ней газету складываю двое. Перегибаю в четверо. Восемь, шестнадцать, тридцать два, шестьдесят четыре, сто двадцать восемь. Все. Я нарезал такими, которые получились как раз. Вот бери. Теперь залазь на вышку. И по одному бросай. Тебе нравится, чтобы они летели? Будешь играть этим. Но запомни. Если она тут рядом растет крапива. И ты не достанешь на одну. Придется один раз вокруг лагеря бежать. Или останешься без пищи. Ну и у нее и началось тут это. Ветер как раз дул. А с человека два дети на вахте стоят. Караулят, как она бросает или не бросает. А она один раз набросалась и все. Другой пришли, где крещение идет. Там раздевалки. Там купаются дети. Ну и говорит, он пришел, говорит, этот, там, Валера Плотников. И ногой пинал дверь. Я говорю, было он? Да. Я говорю, а почему? Дурью маюсь. Дурью маюсь. Я ему тогда чурку дал. Вот давай ее пинай. Кати туда и обратно. Он напинался, досыто, все, больше не делает. Ну вот так. Понял. Спаси Христос. Аллилуйя. Поэтому с приемными детьми, если не знаешь, от кого они и как, я бы не советовал. Вы не рады будете ничему. Я понял. Но у нас пока своих детей не получается совместных. Ну, как будет. Положись на Бога. Ну, времена сейчас такие наступают, что блажены не рождавшие, все сами не питавшие. Уже рыжую телецу привезли. Рыжую телецу, от которой пепел будет освещать храм, в Израиле уже привезли и показывают ее. Кажется, три раввина ездили в США, они искусственным путем вывели. Она как огонь горит. И ни одной шерстинки белой не могли найти. Это уже прямая подготовка. Еще тайно, говорит, уже начинают строить третий храм. Потому что я берусь из интернета. Так что не за горами. Я понял. Спасибо Христосу, Игнатьев Ильич. А, аллилуйя. Игнать Ильич, а вот брат Михаил Каримов вопрос задает. Можно ли на Страстной Седмице в субботу на утренне причаститься? Я спрошу. Сначала его спроси, как у него с наводением? Он, наверное, слышит, брат. Напиши, как у вас там, да? Сильно затопило-то? Сильно затопило, сильно. Вода убывает или нет? Ну, а здесь как? Указательство, что нельзя или где-то, этого нет нигде. Литургия есть. Прежде, а священные лидоры, все равно можно причаститься. Главное, Златоуст говорит, готовность твоя. А готовность твоя, я никто, я погибший. У тебя святость, открытые двери в рае. Я стучусь туда, Господи. Прими меня. Вот и все. Во славу Божию. Вода прибывает. Самая основная вода будет, то есть, через 3-4 дня. С водохранилища до нас идет, с Реклинского. Тут еще в Ворске, может, кто видел, там вообще просто прям наводнение, такая катастрофа, там прям под крышей вода, и вода дальше прибывает, дамбу прорвало. Вот, основная вода у нас будет во вторник, в среду. Вот, так что прошу молитв здесь, потому что, ну, вода подступает. Не останавливается. Я вот сейчас там был, сегодня смотрел, вода идет, идет, и воды очень-очень много. Ну, вот у нас тоже прорвало, говорит, или только боятся, Елена Гладыщук. А у зятя, у него там ферма, и она ниже. И вроде бы скотину они вывезли куда-то, вывели. Ну, я точно не знаю. Завтра можем узнать. Помоги, Господи. Так, слушай. Выбирайте, Игнат Тихович, кто будет молиться. Хорошо. Слушаюсь и повинуюсь. Ростислав Румянцев здесь. Что-то не отвечает. Да. Ладно, пошли дальше. Елена Чиркина здесь. Елена Чиркина. Нету. Это нехорошо. Ольга Матина здесь. А что ж такое? Здесь, Игнат Тихонович. Ну, сама знаешь, что пропоют достойно, и сразу соверши молитву. И в конце молитвы прослав Святую Троицу. И громко скажи аминь. И кто с ней согласен, все говорите аминь. Молитва делается вашей. Во славу Божию. Достойно есть якова истину. Блажите Тя, Богородицу. Пресно блаженную и приня поручную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувин. И славнейшую без сравнения Серафим. Безыстление Бога слова родшую. Сущую Богородицу Тя и лечае. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, честь и поклонение. Благодарим Тебя, Господи, за это занятие. Благодарим, что Ты дал нам возможность дожить до еще до одного поста. Благодарим, что Ты даешь нам силы преодолевать себя и очищаться. Мы чувствуем Твое близкое присутствие. Хвала Тебе, слава Тебе, Господи. Мы отвечаем, Ты отвечаешь на каждое наше моление. Это просто чудо какое, Господи. Слава Тебе, хвала, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. 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 Спасибо за занятия. Аминь. Спаси Христос. Благодарим занятия. Продолжение следует...